Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас эксперт, как мы уже анонсировали, Игорь Смея. Добрый день. Кроме пандемии, есть еще и вторая беда. Как обычно, беда не приходит одна. Речь идет, конечно, об инфляции, которая бьет все рекорды. Вообще, в принципе, такой инфляции не было, как подсчитали экономисты, наверное, со времен предыдущего кризиса 2008-2009 года. И все это продолжается. И понятно, что на инфляцию влияет не только повышение цен на продукты питания, это уже как бы конечное следствие, но и прежде всего тарифы. Тарифы на электроэнергию взметнулись в космос. И мы видим, что происходит с ценами на электричество, на газ, на отопление. Даже страшно себе представить, что будет в декабре, когда люди уже получат полную сумму за отопление в ноябре. Как пенсионеры, допустим, с небольшой пенсии будут расплачиваться, если у детей нет возможности им помочь, или они одинокие. Это вообще тяжело представить. Но вот мы договорились, что поговорим, наверное, начнем с этого блока, все, что связано с электричеством. Потому что у многих, даже у людей с хорошим академическим образованием, они никак не могут понять, что же происходит. Почему Латвия, как страна, которая сама производит достаточно электричества, при сокращающемся населении и потреблении, почему же вдруг и на нас, по нам так удалили эти цены? Я так понимаю, что у вас есть какие-то предположения и объяснения? Да, спасибо, Абик, что вы затронули эту тему. И я очень удивлен, что она очень мало обсуждается не только в латышских, но и русских СМИ. Да, очень мало. Да, хотя это как бы... Ну все заняты коронавирусом, это понятно. Да, который влияет на уровень жизни основной части населения. И чтобы немножко понять, что происходит на этом рынке, надо немножко понять основные какие-то вещи. Во-первых, как на данный момент выглядит баланс энергии в Латвии? 52% у нас производится от так называемых возобновляемых ресурсов. Это вода, это гидростанции, это солнце, это ветер. И, может быть, из чайлда в каком-то смысле я тоже бы... Да, щипа. Да, щипа. Да, но еще же было одно время, помните, это вся популярная тема, сейчас чуть-чуть отошла в сторону УИК и все, что связано с био. Да, да. Ну это тоже, в принципе, да. В принципе, остальное это 48% это фосила. Да, фосильные. Фосильные, да, это газ. Да. И газ как раз мы закупаем тоже уже по ценам биржи. Да, как ни странно. Хотя, кто поставляет сейчас Латвию газ, это такой интересный вопрос. Все время мы привыкли, что были договоры с Газпромом, с Латвией, с Газа. Сейчас там этот рынок стал уже намного сложнее. Не так просто. Ну вот. И если смотреть, почему у нас дорожает электроэнергия, значит, это требование Европы, что надо покупать энергию через биржу. И такой прямой цепи уже нет. А биржа, в которой покупается энергия, которая определяет цену, называется Nord Pool, в которой объединены страны Северной Европы, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Латвия, Эстония, Литва. И вот эта биржа определяет цену. Я посмотрел на график, как там прыгает цена на электричество. Оно может там в течение месяца стоить 7 центов за киловатт-час и уже через некоторое время 14-15 центов. Это такой момент, который, ну интересно, почему так эта цена прыгает. И это как бы все делалось под эгидой свободного рынка на энергию. Но я не понимаю, как этот свободный рынок сейчас работает. Да, у нас есть предложение, там, ты можешь покупать электроэнергию с таких компаний, как ТЭТ, которые занимаются основным телекоммуникациям. Ты можешь покупать от Балткома, не от вашего радио, а от ЭНЕФИТ, да, и ты можешь покупать там от ЭНЕФИТ. Да, и что может быть есть какие-то игроки. ЭНЕФИТ, по-моему, эстонская компания. Да, ты можешь отрешивать каких-то игроков. Вопрос, где они покупают эту электроэнергию, я так и не понял, да? Это интересно. А напрямую от производителя они не имеют права, да, по закону? Ну, в данный момент, я на ваш вопрос отвечу немножко иначе. Понимаете, свободный рынок, в моём понимании, был бы тогда, если я бы мог покупать электричество от прямого производителя. Ну, примерно от какой-то маленькой гидростанции. Я говорю о уровне бытового потребителя, да? Ну, если у меня есть частный дом хотя бы, да? Да. Я бы мог покупать от ветряной станции, да? И тогда, как бы, было понятно, да, это свободный рынок. Мы встречаемся, я договариваюсь с тобой, ты мне заключаешь с тобой договор примерно на год. И ты, мы оплачиваем тебе тариф. И плюс сады ластыклс и там НДС или ещё чего-то, да, что государство требует. На данный момент, насколько я знаю, ты можешь только купить электроэнергию от себя. У тебя есть, например, собственник маленькой гидростанции, и у тебя есть какое-то своё производство примерно, да? Ты можешь там какие-то вот тогда сделать. Но это ещё тоже, ну, мне кажется, до конца ещё не отрегулировано. Ну вот. И этот вопрос, как мы подключились к этой бирже, да? У нас очень резко подскочили тарифы на электроэнергию. И, конечно, не надо забывать, что для латвийских жителей есть ещё один скрытый налог. Это то, что Латвенерго платит в обязательном порядке, да, чтобы слушатели понимали, о каких суммах идёт речь. Например, в бюджете 2022 года вложено, что Латвенерго должно заплатить не меньше, да, чем 64% от прибыли, да? И даже цифра обозначена, это 70 миллионов 160 тысяч евро. В свою очередь, от высоковольтной Аусприя Гумтыиклы, да, акции Собериба Аусприя Гумтыиклы должны заплатить 10 миллионов 314 тысяч 534 евро, да? Это что? Это те же наши деньги, как я их называю, скрытым налогом. Вот и вся вокруг всех этих факторов повышает цену на электроэнергию, и я, если честно, не вижу этому конца. Потому что, если назвать, что свободный рынок – это биржа, на этом рынке, во всяком случае, то биржа – это интересная только для спекулянтов, в моём понимании, да? То есть, где интерес участвовать в биржевых операциях – это только купить дешевле, продать подороже, да? Вот и всё. Ну, у нас же государственная, ещё до сих пор, там, ну, компания «Латвэнерго» существует. Да, уже там разделились, есть электрум, Аусприя Гумтыиклы, Садалыстиклы, да, и так далее. Но, как бы, это ещё, ну, не частная, да, не частный бизнес. И я вот эту политику не разделяю, да, что всё, что, когда становится хуже потребителям, а это рост цен, я не вижу, ради каких ценностей, да, это всё происходит. Да, это хороший вопрос. Вот, тем не менее, если мы говорим о «Латвэнерго» и посуществует, это государственная компания. С одной стороны, это хорошо, что она под контролем государства, потому что в своё время, это ещё в 90-е годы, как мы помним, был референдум по этому поводу, и большинство населения проголосовало за то, что «Латвэнерго» приватизации не подлежит. С другой стороны, мы, наверное, можем говорить о том, что это всё скрытый такой налог, который мы все платим. Это скрытый налог, потому что, ну, есть какая-то рентабельность должна быть у предприятия, да, в том числе у государственного. Но есть какие-то разумные, ну, цены, да, которые люди могут оплатить. Особенно, ну, ладно, на бытовом уровне это тоже будет проблема, особенно у тех, у которых, скажем, ну, основной там источник энергии, ну, частному дому он отапливает на электричестве примерно. Но если мы говорим о предприятиях, о производителях, то, ну, просто цена на конечный продукт, она, конечно, вырастает, вырастает тариф, вырастает цена. И ещё один момент уже такой геополитический, да, насколько я знаю, это в 2025 году мы отключаемся от России, от сетей. Они уже тоже делают на своей стороне всё, чтобы отключить Латвию, да. Потому что раньше ещё работала как-то система так, что когда были, ну, пау-лайкс, ну, не наводнения, а когда, ну, идёт много воды на гидростанциях Даугавы, тогда был избыток... Полноводие, наверное, так. Полноводие, да, был избыток электроэнергии, и она отдавалась обратно, ну, России, не обратно, но она поставлялась России по единой сети, потом, когда надо было, она опять приходила обратно. Это была налаженная система. Сейчас, насколько я знаю, у нас выстроены два новых источника, это кабель по Балтийскому морю и, кажется, с Польши, высоковольтные линии. Ну вот, так что мы уходим ещё и оттуда, да. Ну, и есть ещё такой момент, а какая вообще стратегия будущем Латвии? Что мы будем делать дальше? Сколько... Есть какое-то планирование, сколько вообще надо будет потреблять, там, через 5-10 лет, сколько будет населения, какое будет производство? Потому что сейчас стабилизация в электросетях гарантирует ТЭЦ, чтобы было вообще нормальное напряжение, маленькие производители, это только как бы попытка этого всего дела. Ну, так что тема очень серьёзная, и хорошо, что вы начинаете об этом говорить. Как бы, кажется, что иначе всё в порядке. Да. Вот ещё такой вопрос, который не могу не задать, ведь по существу, когда такое происходит, да, ну вот, допустим, сложилась такая объективная ситуация, она не совсем объективная, вот как мы сейчас обсудили, но всегда возникает вопрос, как государство на это реагирует, да. Ну, если мы говорим о латвийском правительстве, она практически никак не реагирует, ну, кроме того, что она вот решила, что нужно 20 евро дать пособие пенсионерам, да, якобы на компенсацию как электричество, но только вакцинированное. Ну, хорошо, мы сейчас не будем обсуждать, вакцинированные или нет, видимо, невакцинированные не должны платить за электричество, да, так сказать, я не знаю, как, или их нужно выселять, да, но это другой вопрос. Ну, хорошо, вот, допустим, эти 20 евро, но мы же понимаем, что это просто несерьёзно. Во-первых, это не покрывает даже часть вообще вот той инфляции коммунальных счетов, вот прироста это раз, во-вторых, а что семьи с детьми, они что, не должны платить за электричество, только пенсионеры, ну, то есть вообще непонятная вообще, честно говоря, реакция государства. Мы все делаем вид, да, что мы не понимаем, что наши доходы, ну, я говорю о среднем уровне, я говорю о очень богатых и очень бедных, да, делаем вид, что наши доходы неадекватны нашим расходам. Ну, посмотрите, вы идёте, скажем, пообедать куда-то, ну, минимум там 8-10 евро, да, вы должны, значит, ещё, если взять бруто зарплату, сколько заработать. Это означает, что вы, как, у вас, если так посчитать, вашу зарплату, вы можете, ну, один раз в день пообедать, да, в каком-то более-менее приличном месте, и ещё что-то не хватает, а это будет уже там 1000 евро, уже набирается очень быстро. И вот эта несопоставимость расходов и доходов, я вообще не понимаю, как люди жонглируют ещё в этой ситуации. Ну, конечно, есть всегда аргумент, я слышал со стороны наших руководителей государства, посмотрите, сколько там машин у торговых центров. Да, сколько в ресторанах сидят, да, но всё равно к общему проценту населения, это, извините, да, так сказать, хорошо. Машина, может быть, и стоять, пользуется парковкой просто это, да, но эта несопоставимость, она становится настолько очевидной, что, конечно, об этом не говорят, но последствия этому эмиграции. Просто, ну, люди там, ну что, они будут там много, где-то в Фейсбуке можно что-то написать, они считают, что так выживать они не смогут, выжить не смогут, в какой-то перспективе это или эмиграция, или переселение, ну, на село. Да, тоже как вариант. То есть, какой-то создать своё такое вот маленький оазис, какое-то маленькое хозяйство, у тебя есть все свои там необходимые вещи для пропитания, и ты, ну, это уход в каком-то смысле уже от социума, да, от большой цивилизации. Да, ничего хорошего в этом нет. Но, в принципе, теоретически, наверное, государство могло придумать какие-то механизмы компенсации, да, или напрямую производителям электроэнергии, или потребителям, конечно. А почему говорю? Потому что мы успели буквально до эфира обмолвиться несколькими словами, мы говорили, что да, очень тяжело вот этим домашним хозяйствам сейчас, мы все это на себя почувствовали. А что же говорить о тех производствах, которые ещё в Латвии остались? Как они вообще могут производить конкурентоспособную продукцию при таких ценах на электричество? Я вообще не представляю. Цена растёт, когда создаётся искусственные посредники. И вот там уже начинается то, что мы не видим и не понимаем. И когда мы чего-то не понимаем, значит, нас хочет обмануть кто-то. И обмануть в промах правового поля. Ну как? Ну это рынок. Вот и всё. Да, это правда. Вот, может быть, ещё такой вопрос, который не могу не задать, он как бы вообще связан с бюджетом, который как раз 7 принял буквально на днях, уже в окончательном чтении. Значит, ну там вот тоже интересный такой вопрос, как вообще бюджет будет наполняться и за счёт чего. Я так понимаю, что возможностей наполнить бюджет всё меньше и меньше. Во-первых, потому что, как мы сказали, что, наверное, уже и выпуск конкурентоспособного производства будет под большим вопросом, будет сокращаться, наверное, в этой ситуации. И экспорт, там, я пока не видел, чтобы к нам пришли какие-то невероятно большие инвестиции. И кто-то бы сказал, что здесь будет филиал, я не знаю, Volkswagen, или мы здесь будем сборочный церк, там, не знаю, Mercedes. Да, так сказать. Ну ничего же такого не происходит. Что у нас делается в транзите, мы все видим. Какие там, может быть, доходы, когда там предприятие Латвия с зельси сотнями людей уже сокращает, нет оборота. Какие-то локомотивы продаются, рельсы через старые и так далее, и так далее. То есть, как Латвия будет пополнять свой бюджет? Только за счёт заимствований? Дефицит бюджета обозначен 1 миллиард 620 миллионов евро. Практика показывает, что всегда он больше, что это как-то всегда оптимистическая цифра. Все те отрасли, которые загнулись, о которых вы говорите, и которые ещё загнутся, это сейчас спрогнозировать очень трудно. Я думаю, что нынешняя коалиция, правительство, они ставят на то, что тот срок, который остался, они смогут прожить на заёмных деньгах. И как мы видим, они очень с удовольствием всё время придумают, как их побыстрее даже освоить. И вот как раз после такую интригу сохраним, как раз после короткой паузы мы как раз об этом поговорим. Один из способов освоения – это вот знаменитое решение, неожиданное, кстати говоря, по Кабинету министров, о тотальном тестировании на работе. Игорь Смей, у нас в студии, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Игорь Смей, у нас в студии, мы продолжаем. Вот мы закончили эту первую часть создания такого определенной интриги. И напомню тех, кто, может быть, пропустил эту новость, Кабинет министров на своем последнем заседании во вторник, неожиданно, я считаю, насколько мне известно, этот вопрос даже не обсуждался на Калиционном совете, приняло новые правила или изменения в правилах о чрезвычайной ситуации, и обязало все, я подчеркиваю, практически все предприятия, фирмы, организации с 6 декабря проводить такое тотальное тестирование минимум два раза в неделю, так называемые самотесты, и государство осуществило первую масштабную закупку, потом, я так понимаю, будет вторая, третья, и вот все будут тестироваться, в том числе обладатели сертификата вакцинированного и переболевшего. Я не знаю, логика в этом, честно говоря, немного, но вот, по крайней мере, это происходит. Может быть, это действительно забота о нашем здоровье, как вот вы считаете? Я думаю, что это больше забота о том, как осваивать деньги, хотя, ну, вроде в Европе тоже такие вещи сейчас происходят. Да, во многих странах, да, происходит. И эта методика, она как бы, ну, навязана с вне, и мы, конечно, следуем, но мы исследуем, следуем, как это, ну, осваивать деньги на этом. Как обычно, да. Тогда делается конкурс, кто будет покупать, кто выиграет возможность это все делать. Уже один победитель есть, я так понимаю, скоро будет новое. Компания, которая создана 8 месяцев назад, выиграла тендер на 3 миллиона. Это случайное совпадение. Да, и там несколько этих было претендентов, ну, наверное, она была самая серьезная. Остальные, видимо, еще позже были. Да, кажется, уже 3 миллиона в Латвии уже сочетается мелочным вопросом, да, по сравнению там с… Да, конечно, подумаешь, да. Когда-то Латвенерго, там, 3 миллиона, мы там много месяцев говорили, даже годы, да. Ну, вот премьер ведь сказал, помните, до пандемии, что у нас так много денег, как никогда не было. Поэтому у нас уже… Будем тестироваться, значит, кто-то будет эти деньги осваивать, и думает, это, возможно, только первый этап, да. Еще что-то придумать. Это надо будет организовать, надо будет какую-то логистику создавать, через аптеки, да, через какие. Это будет совсем бесплатно, а может быть, все-таки нет, да. Это алгоритм дальнейшего распределения… Пока не известен, да. …этих тестов, да, ну, скажем, куда надо идти. Тебе или это, знаете, мне, ну, как в аптеке, ну, когда женщина хочет узнать, она беременна или нет. Идет за тестом, да. Они идут за тестом, значит, такой тест будет, я не знаю, там плевать, там куда-то засовывать надо, я не знаю, это надо будет, да. И тогда, ну, когда ты увидишь, что с тобой, тогда вопрос, куда тебе эту информацию надо дальше… Опять идти в лабораторию, уже платить за это дело. Да, уже платить за это. То есть, это же, в принципе, неплохой бизнес. Да, такой perpetuum mobile для тех, которые в этой отрасли работают. Я думаю, они уже придумали, чтобы поток денег, пока есть COVID-19, и все, что с этим связано, не прекращался. Ага. Ну, я считаю, что ведь, видимо, можно пойти дальше. Вот, ну, к примеру, если тестируются все работающие, то все клиенты этих фирм, которые к ним приходят, они тоже должны по логике тестироваться. Ты пришел в эту фирму, там, не знаю, что-то купить, или на консультацию, да, в какой-нибудь там юридическое бюро, ты тоже там плюешься в этот тест. Я думаю, когда кумулятивный эффект уже опять там будет тысяча на сколько там? На сто тысяч, да. На сто тысяч, да. Тогда опять же какой-то можно там творчески подойти, что что-то придумать, да, что это не хватает, надо еще это, да. Мы же все время тему развиваем. Ну, сперва же было, сделал вакцину и гуляй смело. Да. Да, ты защищен, ты абсолютно спокойно можешь идти куда, или переболел, да. Хотя вот этот момент, когда ты переболел, мне кажется, более, ну, основательным, да. Человеку развиваются эти антитела, он уже как бы, ну, сам уже потом... Да, организм уже встретился с этим вирусом, это понятно, да. Ну, не буду вникать в эту тему, да, она такая... Да, понятно, тяжелая тема, да, но... Потому что тема тяжелая, действительно... Но это когда начался локдаун, заперли-то всех, и переболевших, и вакцинированных, да. Так что у нас чиновники творческие, они придумают, да. Я был в конце октября, в начале ноября в Италии, например, и я посмотрел, ну, что главное различие, да, тоже есть вот всё, что связано с государством, музей, там, там жёстко, там тебя просят этот... Без этого ты не войдёшь, но не просят документ, ни в одном месте, значит, они доверяют населению. А у нас, кстати говоря, требуют документы, значит, не доверяют. Да, у нас требуют документы, да. Не доверяют. Что касается частного сектора, там вообще никого это не волнует, никто ничего не спрашивает. Сидят люди там друг с другом очень близко, и полиция, самоуправление города, там, не знаю, Сиракуза, где я был, или Рима, там потом уже, да, никто не проверяет ничего. Ну, хотя у них был очень жёсткий локдаун, когда это всё начиналось, да, это тоже надо иметь в виду. Но главное различие между тем, что я видел в Италии и здесь, как-то люди не напрягаются, здесь чувствуется, ну, всё-таки какое-то такое, ну, как бы это доминанта, да. Там это, ну, да, есть там чего-то, ну, кто-то там, надо маску надеть, надо показать, но нет этого всего, ну, такого, ну, давления. И, конечно, я не живу там постоянно, как там власть себя ведёт, что они там по телевизору, по радио рассказывают, да, но в воздухе этого не чувствуется. А вот, в принципе, можно ли сказать, что вот экономически, ну, я понимаю, что вы не были в разгар пандемии в Италии, вам не с чем сранивать, но, тем не менее, вот экономически чувствуется, что вот страна в какой-то депрессии? Или там всё развивается, люди покупают, там… Что касается общественного питания, там таких вещей нет, там всё работает на полную катушку, там всё… И цены примерно такие, как у нас, да? Ну, дороже немножко, да, но у нас тоже разные цены разных местах, ну, в основном где-то плюс-минус, да, так же. И там всё живое, всё работает, и, конечно, ну, они выполняют эти требования и в гостиницах, но нет этого какого-то такого огромного напряжения, да, что… У нас ещё остаётся чуточку времени, и вот ещё одна тема, она, в принципе, напрямую связана с тем, с чем мы говорили, но вот мы понимаем, что вот правительство нам, теперь у них новая тактика, министр говорит о том, ну, вы знаете, мы извиняемся, то есть они всё-таки извиняются всё время, и, видимо, кто-то из их политологов, ну, который их обслуживает, если так можно сказать, им посоветовал, что, ребята, ну, вы извиняйтесь, потому что понятно, что вы там прокололись, там свершили ошибку, там опоздали, там не то сделали, вы извиняйтесь. Они как бы извиняются, и многие говорят о том, ну, что вы хотите, ну, это правительство из четырёх партий, у каждого там своя позиция, им тяжело, и в этой ситуации многие смотрят, может быть, наивно смотрят, смотрят на президента, который вроде бы на схваткой, но, как мы видим, как-то не очень он, так я сейчас подбираю дипломатические слова, справляется с этой ситуацией, и мы знаем, правда, это оппозиция, но, тем не менее, вот Союз Зелёных Кристиан прямо на этой неделе призвал, пригласил, если так можно сказать, господина Левица провести вообще консультации со всеми парламентскими силами, вообще объяснить свои цели и задачи, поскольку вот уже два года мы живём в этой пандемии, а вот действия господина Левица, ну, мягко говоря, неубедительны. К примеру, вчера он внёс законопроект о введении постов вот дополнительных госминистров. Спрашивается вообще, у нас что, министров не хватает, или у нас нет других проблем больше в стране? Ну, то есть, мы сейчас говорили с вами в первой части об инфляции, да, об бешеных ценах на электричество, на отопление, мы говорили о пандемии, о том, сколько людей вообще, так сказать, без работы, сколько инвалидов, ну, мы видим же, какая ситуация у нас. А президент рассказывает про каких-то госминистров, которые нам нужны, я не очень понимаю. Вы понимаете? Я думаю, что здесь два фактора. Первый – это отсутствие какой-то реальности, ну, адекватное восприятие реальности. Это первое. И второе – это абсолютное осознавание своей безнаказанности. И вот эти два фактора, они создают ту среду, о которой вы говорите. И на данный момент, если так посмотреть вот на ту элиту, так называемую, которая в Латвии создалась, они почувствовали, что они могут так жить, ну, как Владимир Владимирович Путин 20-30 лет еще дальше. Им хватать будет. Но главное – это, ну, я это как бы назваю, есть такой вот большой колпак, и под ним, да, они живут и делают свои дела. То есть, они готовы от реальности, да? Да, и все щели, они настолько закрыли, да, что чему-то свежему туда прийти, ну, только через выборы, да, и то очень трудно. Потому что, если что, внутрипартийная конкуренция, и есть те, которые вроде бы подыгрывают на обе стороны, да, хотя они никогда не будут, ну, разрушать саму систему вот этой закрытости. Там ничего нового не может даже просочиться. И это сделано настолько профессионально, что уже люди не понимают, ну, как это работает. А там все закрыто. Это СМИ. Да, если мы говорим о том же бюджете, то на следующий год 2,6 миллионов опять, ну, предназначен для СМИ. Это не гостелевидение, не, не, то есть, они знают, значит, они осознают, что эту систему пропаганды все время надо усиливать. Чтобы, ну, все время было вот то, что вы говорите, мы там ошиблись, и никто критически, ну, серьезно не подходил, не разбирал эти вопросы, не исследовал, чисто вот не делал такие журналистские исследования. И вот они абсолютно комфортно себя чувствуют. Они знают, что реально ничто им не угрожает. Вот еще интересно тоже такой вопрос, может быть, подтверждение того, что вы сказали. Вот мы же видим, что фактически все ими, да, у нас все вакцинированы. Ну, кроме вот этих двух-трех депутатов. Один сидит, как мы знаем, в тюрьме, не считается, да. Адам Солнц. Да, да, двое депутатов, я так понимаю, там, или одна, по крайней мере, убежденная антиваксер, второй депутат не той вакциной привился, как мы знаем, как-то неэпикантно покажется представитель ТБВС в Латвии, ну, хорошо, не той вакциной он привился, значит, они от работы отстранены, будучи, я так понимаю, здоровыми. Да, я не хочу ни в коем случае их защищать, ну, это политика, понятное дело, да, так сказать, но вот логика. После этого они приняли решение, что эти депутаты, больше не, как бы так, полудепутаты, они уже в работе участия не принимают и даже зарплаты не получают, кстати, депутаты избранные народом. Ну, ладно, это пускай Конституционный суд разбирается. И после этого СЕИМ благополучно в основном проводит заседания в удаленном режиме, то есть через интернет. Ну, вы мне тогда... Кстати, это относится и к самоуправлениям тоже. В Лидийской думе тоже работает только удаленно. Так спрашивается, а зачем же требования стопроцентной вакцинации, если люди все равно нормально не работают, и журналисты не могут к ним подобраться. Ну, это как-то очень странно. Вы правильно этот вопрос задали, потому что если привыкает, что в каких-то действиях власти нет логики, она уже отсутствует достаточно давно. И это очень неблагодарное дело искать ответы там, где нет логики. Там нет логики. Вот. И я считаю, что нас как бы приучает в том числе и то, что власть может так работать, что это нормально. И тогда вопрос, а как же будут выглядеть выборы 14-го сайма в 2022 году, если опять будет всплеск октябрю, там, в конце сентября пандемии, да, что опять будет кумулятивный эффект там выше там какого-то дозволенного, тогда, может быть, и будем голосовать отдаленно, да. И я слышал, что в этом бюджете, я не знаю, это осознательно, неосознательно, не хватает на выборы 14-го сейма где-то больше 2 миллионов евро, не додали. Потому что там тоже есть свои сметы затраты. Ну, это просто так или нет, но я сейчас не берусь на это ответить. Но то, что эти выборы могут и не быть в таком формате, как мы привыкли голосовать за предыдущие парламенты, я такую возможность не исключаю. Да, вот фактически подводя итоги того, чего мы сказали, все-таки можно ли что-то прогнозировать с точки зрения рынка электроэнергии? Ведь мы знаем, что любые, ну, как бы, или любое понижение цен, правда, это у нас бывает реже, и любое повышение рано или поздно заканчивается. Есть разные эксперты, в том числе и международные, которые говорят о том, что вот спадет ажиотажный спрос на электричество в мире, связанный, во-первых, с тем, что была долгое время пандемии, и сейчас повысился спрос, и мы перейдем от зимы к весне, вот, условно говоря, где-то к февралю, к марту цены начнут снижаться. Или это не все так просто? Возьмем другую аналогию с ценами на бензин. Да, кстати. Это еще не успели обсудить. Да, вы видели, что они вот с момента начала 90-х особенно снижались? Ну, какой-то период был, но это очень незначительный, да. Ну, 2-3 сантима, да? Да. Ну, в основном, посмотрите, мы же начали где-то с 19-20 сантимов за литр. Да. А сколько сейчас? Да. Притом, самое интересное, ведь нам говорят по статистике, ну, в Латвии, может быть, это не столь существенно, но во многих странах Европейского Союза действительно объем продаж этих электромобилей все-таки возрастает, да, потому что там есть инфраструктура, там люди себе могут позволить купить новый автомобиль по 40-50 тысяч, и особо не задумывается об этом, да. Для нас это вообще какие-то фантастические деньги для большинства, а все равно цены на бензин, как вы сказали, и дизель не падают. Ну, зачем тем, кто держит рынок, что-то снижать, если люди покупают? То есть это фактически регулированный рынок в этом плане, да? Абсолютно. Какой свободный рынок? Ну, картельный рынок. И все. Все. Глобально масштабно. Это же, в принципе, относится к электричеству, да? Очень долго держали цену на бензин низкую в Америке. Сейчас это тоже там закончилось. Байден решил, да, что надо открыть там, насколько, 50 миллионов баррелей резервы, которые, природные резервы в Америке. Ну, примерно. Может быть, я не знаю, вот и столько. Но все равно приведет, как это ни странно, к повышению цен на бензин. Вряд ли ему удастся сдержать цены. Ну, на какое-то время, как всегда. На какое-то время. И если вот взять те же электромобили, ну, что нужно, какой субстанции, чтобы производить батарею? Литий. Литий, да. Литий добывается в Южной Америке. Да. Сказать, что в экологических обстановках он добивается, мы никак не можем, да? Если вот зеленые туристы, Грета Тумберг с компанией поехала и посмотрела, как выглядят там эти места, где добываются годами литий, может быть, она посмотрела на эти вопросы иначе. А, кстати, Геонидар. Потому что сейчас же у нас... А так она, в основном, по Европам катается, так сказать, с лекциями, да? Ну, мне кажется, она боится летать. Там же было, что она на этом пароходе только ехает. Может быть, но это неважно. Это неважно, да. Но в общем смысл такой, да, что все эти разговоры об экологичности всех новых видов, так сказать, автомобилей, это как бы так плюс-минус, да? Да. Ну, понимаете, конечно, технологии развиваются. И я только за, чтобы у нас воздух стал чище, да? Конечно, да. Чтобы была среда для обитания, особенно в больших городах, лучше, потому что они больше всего... Потребляют, да. Потребляют. И люди страдают от того, что... Ну, в той же Риге, но я не скажу, что в летом очень легко отдышать, да? Но вопрос, какими шагами, какими инструментами это решается? Вот интересно... Это актуально, может быть, да. Это очень актуально. Но это, в принципе, все. То есть, фактически, те, кто живет за пределами Риги и редко пользуются этой муниципальной парковкой в столице, у него, по существу, никакого стимула нет, я так понимаю. Потому что в маленьких городах нет ни проблем ни с парковкой, ни с пробками, ни с чем, да. То есть, это, в принципе, все. А, кстати, во многих странах доплачивается, если ты покупаешь электромобиль, ты получаешь очень серьезную дотацию, это опалывается, 10 тысяч евро чуть ли нет. Да, ну, опять, я возвращаюсь к вопросу, субстанция для производства батареи – это литий, сырье. А это в очень больших объемах нужно же? Ты представляешь, поменять сразу вот дизельное или какой-то вот рынок электромобилей увеличить там на 5-10% хотя бы. Да, ясно. Ну, что ж, может быть, такой разговор получился не очень оптимистический, но, по крайней мере, мы обрисовали ту картинку, которая есть. Я думаю, что продолжение следует. Будем еще вас приглашать. Большое спасибо. Спасибо. Вы слушаете Радио Болтком.